В преддверии празднования Дня медицинского работника врачи нашего города приняли участие в акции «Ямал гордится». На установленном волонтерами баннере провели праздничную фотосессию сотрудников городской больницы. День медика сегодня, пожалуй, один из самых главных праздников нашей страны. Пандемия показала самоотверженность людей в белых халатах, которые борются за жизни миллионов людей, одерживая победу над болезнью. Безусловно, прошедший год был очень сложный и для всех, и для людей, и для медицинских работников. И все знают, что мы работали на износ, работали практически круглосуточно с перерывом на сон и на еду. Некоторые работали и в красных зонах. Надежда Карасева об этом времени вспоминает почти со слезами на глазах. В 2020 году, после работы в красной зоне, я многое вообще переосмыслила в профессии, в своей жизни. Стала более бережно относиться к себе, к своему окружению. И продолжаем заботиться о детях, о взрослых. Наверное, работа в красной зоне, она навсегда останется в памяти, никуда не сотрется. На фоне всей этой эпидемии, то есть всем было очень тяжело, напряженность, то есть работа была, очень много работ. Были отменены планы операции, соответственно, в нашем городе много жителей к нам записывалось, и, соответственно, не смогли они получить плановую помощь вовремя. Ну, на данный момент мы это сейчас все возобновили уже, то есть как бы давно, поэтому проблем с этим нет, мы активно помогаем людям. Для многих помощь пациентам не просто работа, это смысл жизни, к которому они шли на протяжении многих лет учебы и ежедневного кропотливого труда. В этой профессии я уже, ну, без малого, 14 лет, и в нее пришла осознанно, захотела быть медицинским работником, наверное, лет в 15. Ну, в 15 лет ты мало представляешь себе путь, какой тебе предстоит пройти. Я, конечно, люблю свою профессию и, безусловно, рада работать с детьми, потому что дети очень благодарны пациентам. У меня мама с зубным врачом всю жизнь проработала, и я свое детство провела у нее в кабинете, то есть, этот семейный, так сказать, у нас. То есть я знала, куда я шла. С детьми работать интересно, главное найти к ребенку подход, и тогда все будет замечательно. Мечтала быть с пятого класса, причем хирургом, потому что в детстве у меня очень много шрамов, то есть я был очень неспокойным, то есть часто обращался к хирургам, потом меня часто зашивали, поэтому, то есть, как бы тоже мечтал оказать помощь. Город должен знать своих героев в лицо. Всех тех, кто отдает силы и время, рискует собственным здоровьем для здоровья пациентов. Ко дню празднования снимки украсят коридоры Губкинской городской больницы. Валерия Козлова, Сергей Парфимович, Новости Губкинского.